Это доклад DevOps для занятых разработчиков. Доклад будет на русском. Это очень-очень вводный доклад. Если вы сегодня занимаетесь DevOps уже, скорее всего, вам тут нечего делать. Возможно, вы расскажете гораздо больше, чем я. Возможно, с чем-то вы не будете согласны. И это доклад для тех, кто занимается разработкой. Если вы профессионально занимаетесь исключительно DevOps, у вас будут такие же ощущения, как когда какой-нибудь фронтенд разработчик приходит и начинает писать бэкэнд, или когда какой-нибудь бэкэнд разработчик приходит и начинает писать фронтенд. То есть вам будет больно, вам будет обидно, вы будете постоянно закрывать глаза, а в конце, как на сердце вопросов или даже посередине не выдержите и скажете, что меня нужно выгнать со сцены. И да, он на русском, и кто на английском, I'm sorry, такое. Итак, ситуация следующая. Вы разработчик, да? Вы написали классное приложение. Вы хотите, чтобы люди им пользовались, чтобы все было классно. И что делать? Да, это главный вопрос. Что же делать? Раньше все было просто. Найти сервак, положить его туда, и все. Сейчас все стало почему-то гораздо сложнее, потому что наши приложения превратились в какое-то месиво. Раньше все было просто. Приложение, база данных, на одном сервере, все довольны, иногда сервер падает, все жмут плечами, иногда просыпаются и поднимают сервер заново. Ну и все. Сейчас у нас есть веб-сайт, на веб-сайте есть куча лендингов, возможно, платежка на веб-сайте. У нас есть крутое приложение, которое фронтендеры настаивают на то, чтобы оно обязательно было SPA, Single Page Application. У нас для этого приложения есть какая-то опишечка, обычно крад, записали, подписали и все. Есть обычная админка, иногда бывает две админки. Когда вы продаете каком-нибудь SaaS сервер, у вас есть своя админка, и потом админка для ваших пользователей. Есть что-то, что происходит в бэкграунде, у вас тормозит репортинг, вы вместо того, чтобы чинить индексы на репортинге, решили, что репортинг теперь будет бегать по пятницам ночью. И у вас есть какие-то базы, кэши обычных много, есть какие-то сторонние сервисы, барахла полно. И когда вам говорят, что все это зарелись, то как-то возникает интересный вопрос, а как же делать-то? На сцену несколько лет назад, не знаю сколько, уже лет пять точно, а может быть и десять, вышла вот эта идея DevOps, потому что опсы посмотрели на вот это мессиво и решили, что им оно не надо. И решили, пусть разработчики сами разбираются. И вот мы оказались в ситуации, когда нам это нужно делать. Обычно DevOps это про то, как собирать, про то, как деплоить, про то, как откатывать деплой, это самое важное. И потом как мониторить, чтобы знать, когда все сломалось и пора менять работу. Идея. Мы пишем так, чтобы заранее подумывать о том, а как оно будет деплоиться. И когда мы деплоим, мы тоже думаем о том, а что же там у нас внутри написано. Да, и вот такая вот тесная связь development с operations – это то, что нам обещает рай на земле и всякое такое. И параллельно с этим к нам пришли облачка. AWS, Azure, Google Cloud, еще куча всяких. И как бы сервером больше, сервером меньше. Вопрос из фундаментального превратился в такой очень сиюминутный. Ну подумаешь, забыли где-то сервер. Ну подумаешь, поработал он два года. Ну никто и не заметил. То есть мы на эти серверы грузим артефакты. С артефактами тоже в последнее время стало все интересно, потому что раньше как бы мы имели только первые два типа. Это language specific из серии джависты. Гордо собирают UberJar или SuperJar или MegaJar, GigaJar, я не знаю. И грузят его на сервер. Все остальные нищие люди. Им приходится грузить исходники, потому что у них ничего не компилится. Правда, го разработчики хитро улыбаются. Дальше можно собрать дебы, можно собрать рпмы. Долго можно спорить, что именно нужно собирать и почему дебы не стоит собирать на CentOS. И сейчас появились контейнеры. Не то чтобы они и раньше их не было. Часто было в интерпрайзах. У них там каком-нибудь и VMWare, и VMWare облако, скажем так, на которое они собирают образы и прямо так грузят эти виртуалки, откатывают эти виртуалки, двигают виртуалки с одного сервера на другой. Все это было очень круто лет 15 назад. Короче, инструменты обалденные. В девопсе куча всего. Но большая проблема в том, что их много. Вот есть вот это вот Xebiolabs, которая периодически раз в два года постит обновление типа таблицы Менделеева для инструментов девопса. Она очень странная в плане того, что, например, есть, допустим, NPM пакетный менеджер для JavaScript, но нет такого для Ruby или Python. Или там есть какие-то deployment tools, а есть там вплоть до того, что они даже Jira сюда записали, потому что, конечно, для девопса очень важно, чтобы была Jira. Ну и самое отстойное GitHub почему-то выше Gita, хотя должно быть наоборот. Git, GitHub, Bitbucket, вот это все. То есть вообще дилетанты. Я вам честно скажу, я занимаюсь бэкэндом много лет, потом я перешел на фронтенд и тоже им занимался много лет. А потом, когда я пришел UI-разработчиком в одну компанию, я оказал, что я теперь девопс. Я честно скажу, это хуже, чем фронтенд. То есть все, кто ноет, что там, ой, каждый год новая библиотека. На фронтенде новых фреймворков не выходило последние года два или три, а в девопсе за последние три года поменялось все на свете. По-моему, три года назад даже не было того самого, о чем все так мечтают сегодня. И о чем я говорю, о том, что выбрать, что же использовать, очень сложно. Особенно человеку неподготовленному, особенно человеку, который очень хочет все успеть. Потому что есть инструменты очень специфичные. То есть такие, которые делают что-то одно, но делают это очень хорошо. А есть такие, в которых реально все на свете. И блины вам печет, и имейлы отправляет, и поднимает, убивает. Есть такие, которые работают исключительно где-то в одном месте, а есть такие, которые говорят, дай нам что угодно, мы все равно там запустимся, и все равно съедим все твои ресурсы. Есть инструменты суперпростые серии. Вбей три строчки, и все заработает само. А есть инструменты очень такие гибкие, но чтобы их загибать, и перегибать, и сгибать, и разгибать, приходится очень много каких-то конфигов писать, и превращается это все в такой config-driven development. В конфигах основная проблема не в том, что они сложные, а в том, что их дебажить нельзя. Хотя, казалось бы, все очень просто. У нас есть пачка серверов, и есть куча приложений, потому что мы не пишем сейчас одно, но мы их разделяем. Есть куча приложений, которые мы как-то по этим серверам хотим разложить. И вот как? Это смешно. То есть, допустим, есть Mezos, смешная туза, которая говорит, дай мне кучу железок, я просто дам тебе ресурсы со всех этих железок. Железки будут падать, подниматься, ты их будешь добавлять, убавлять, но в твоих приложениях ничего не заметят. Есть Kubernetes, который тоже это все умеет, но говорит, а я при этом еще умею контейнеры. И есть люди, которые грузят Kubernetes поверх Mezos. И вот возникает вопрос, а что же юзать? Только Mezos, только Kubernetes, только Kubernetes с Mezos. В чем прикол? В чем нет никакого прикола? Кто-то говорит, что прикола нет. Авторы Mezos говорят, что есть прикол. Опять же, я недавно с фронтенда, поэтому Kubernetes от Google, а мы знаем, как Google все закрывает и переписывает, так что оно потом несовместимо, и мне как-то стремно пользоваться Kubernetes. Хотя я знаю, что туза крутая. А может вообще ничего не использовать, ну их нафиг. И самое главное, времени-то нет, потому что я же UI-разработчик. И что же делать? И когда люди оказываются в такой среде, независимо от того, про DevOps разговор идет, или это не я. Это серый упал. Независимо от того, что происходит, всегда люди как бы смотрят на это с разных позиций. То есть первое, найти какую-нибудь вундервафлю, которая умеет все, просто запустить ее и пусть она все сделает за вас. Вундервафли бывают разные. Бывают такие, что вроде как умеют, но когда начинаешь пользоваться, то оказывается сложно, а потом закапываешься туда, а там, знаете, вот это вот, насколько глубоко кроличная нора. А чтобы вот это сделать, тебе надо вон там конфиг подправить, тут конфиг подправить, и помолиться, что оно запустится. Ой, не запустилось. Давай-ка погуглим. Ой, мы оказались где-то в GitHub Issues, даже не на Stack Overflow. И вы уже чувствуете, что проблема. И Issue вам повезет, если оно закрыто две недели назад. А если оно открыто два месяца назад и до сих пор открыто, то тогда все очень плохо. Слушайте, народ кивает. Второй способ. Это вот современные фронтендеры такое очень любят. Берешь один инструмент, который делает одну штуку. Делает ее очень хорошо. Делаешь вот тот таск, который этот инструмент может делать. Потом думаешь, так, а теперь мне нужно еще вот это. Берешь другую тузу, которая вот лучше всех. И вот из всех лучше всех тузов можно вот собрать такой себе винегрет длиной в несколько километров. И конфиги такие, что люди спрашивают, ты что это в гид закомитил? NodeModules или что? Да, потому что. Вот пример такой. Мы поднимаем нашу инфраструктуру физически терраформом. Поверх терраформа мы раскатываем на мат, чтобы он нам раскатывал эти контейнеры. Зачем-то нам нужен ансимбл, потому что на башенскрипты мы писать больше не хотим. Конечно, везде докер. Мы слышали, что чтобы докер разговаривал с докером, нам нужен сварм. Для него нужен и тсд. А для того, чтобы хранить какие-то ключи и всякое такое, и тсд это не комильфо, надо юзать vault, потому что там можно секретно хранить секреты. И вот приходишь в компанию или разговариваешь со знакомым девопсом, когда ищешь помощи у кого-то, а он тебе вот это все рассказывает, а у тебя голова пухнет, и ты не знаешь из серии. Так, а сколько же месяцев у меня это займет? Я предлагаю метод I'd nobody got time for that. И не знаю, все ли знают референс. Можете вбить это в YouTube и посмотреть смешную песенку. Так вот, метод заключается вот в чем. Берем тулзу, которая, как нам кажется, издали после пяти минут гугления самая лучшая для того, чтобы нам в целом подойти. Делаем на ней все, что можно сделать легко. Как только мы начинаем упираться во что-то, мы начинаем искать альтернативную тулзу для того, чтобы решить конкретно эту проблему. И вот таким вот образом мы, конечно, меняем инструменты. У нас нет одной вундервафли, но при этом есть куча интересных недостатков. Потому что, во-первых, вы будете использовать несколько инструментов, а во-вторых, инструменты часто будут друг друга дублировать. То есть в какой-то момент у вас окажется, что у вас есть какая-то функциональность, которую вы сделали с помощью одного инструмента. И нет никаких причин использовать этот инструмент, а не другой инструмент, который у вас тоже как бы в цепочке есть. И когда приходит к вам какой-то парень и спрашивает, а почему ты вот использовал А, а не Б, для того, чтобы сделать это, очень сложно это объяснить. То есть так исторически сложилось. Это левый аргумент, который, к сожалению, всегда работает. И самое главное, про эти инструменты вы будете знать очень мало. То есть из серии «я попробовал так, 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 так попробовал, у меня не работает, больше я туда не смотрел, и все, работает, и ладно, не трогай». То есть такое. Из изоленты и палок собрать конфетку. То есть такой Stack Overflow Driven DevOps. Новый термин. Потому что development мы видели. Прошу использовать как можно чаще. И плюсы от этого такие, что, во-первых, вы не потратите слишком много времени, во-вторых, обычно окажется, что все вот эти инструменты, то, что вы на них сделали, поскольку это сделать было легко, скорее всего, вот этот risk case, он тестировался чаще всего, и поскольку он тестировался чаще всего, то, скорее всего, там не будет никаких багов, проблем и всякое такое. То есть после того, как вы этот винегрет собрали, окажется, что он, в общем-то, работает лучше, чем все, что остальное. То есть вот это как бы мой путь. Может быть не совсем правильный, но кого это волнует, я из серии потратил меньше времени, все довольны. Да. То есть вот давайте-ка попробуем что-то такое сделать. Да. И что я сразу рекомендую всем, это забить на все просто и за эти хироку. Вот. Потому что, да, я видел, я видел, как ты сделал это рукой. Да, вот-вот-вот-вот-вот. Я же говорил, не твой доклад. То есть что такое хироку? Хироку – это пас. Многие считают, что он умер. На самом деле несколько лет назад их купил Salesforce, купил так, что больше они им не мешают. То есть хироку работает, Salesforce работает, с хироку зарабатывает бабла, хироку крутится, все отлично. Кто-то ими пользуется. Есть миф, что это только для рубистов. Нифига подобного, там все можно запускать почти. Потому что, я не знаю, то есть выглядит это все так, что вы один раз подцепились к нему и после этого вы пушите туда, оно само вам все раскладывает. Можно настроить так, что разные ветки собираются на разные NV в принципе без проблем. Вопрос в том, что для того, чтобы использовать хироку, у вас приложение должно быть написано особым образом. То есть есть вот эта терминология 12-фактор applications. И хироку идет от приложения. То есть из серии. Оно смотрит, окей, у вас используется, допустим, Java, значит, я поднимаю java-шный environment. У вас используется Python, я поднимаю питоновский стэк. Вы можете ему принудительно сказать, какой стэк нужно использовать, но в целом все примерно так. И также оно требует каких-то определенных конвенций. Допустим, если у вас есть какой-то конфиг, то конфиг должен быть обязательно в переменной среде. И всякое такое. 12-факторные приложения это такие, которые быстро запускаются, быстро падают, смотрят по одному фактору, конфигию получают по переменной среде, не содержат в себе какого-то сложного состояния, практически никогда соседние процессы не разговаривают друг с другом. То есть они поднялись, у них есть где-то, если им нужно говорить, разговаривать друг с другом, то у них есть где-то общий storage, и они через него разговаривают. Интересна такая штука, что из-за того, что их так пишешь, а, да, еще фичи, у них есть вот эти review apps, вы сделали pull request, из pull request говорите, я хочу посмотреть версию, оно вам поднимает отдельно версию этого приложения, допустим, на маленьком каком-то инстансе, и ваши QA или бизнес могут сразу все пощелкать, посмотреть и всякое такое. Это очень круто, потому что экономит кучу времени, многие хотят такое сделать у себя, и обычно сделать deploy одного приложения легко, сделать deploy там разных веток и всего такого прочего почему-то сложнее. Оно работает поверх AWS, соответственно, все, что вы думаете там из серии ой, мне бы в AWS завязать ту штуку, ту штуку, ту штуку, если вы запускаетесь в US East в Вирджинии или там в Ирландии, то вы фактически, если вы вызываете эти API из Heroku, из вашего приложения, то в принципе вы не теряете на скорости, на коннекшене, то есть точно так же, как если бы она у вас была запущена. Есть куча аддонов из серии, хочу логинг, подрубил аддон, все. Хочу, не знаю, там, бэкапы какие-то, подрубил аддон, все. Хочу с тем интегрироваться, подрубил аддон, все. И есть билдпаки, их куча на гитхабе, куча везде. Соответственно, вы такие, я там использую, не знаю, какой-нибудь странный язык программирования или там еще что-то в этом роде. И вы решаете. Поищу-ка, я говорю, билдпак, находите билдпак, и у вас все работает. То есть если ваше приложение это обычная вебоприкуха, то я очень рекомендую уговорить заказчика начать с него. Народ говорит, что Heroku это дорого. Нужно понимать, что время разработчика это тоже дорого. Даже если мы с вами получаем 15-20 долларов в час, очень многие компании, на которые мы работаем, билят кастомера где-то по 50-100 долларов в час. Соответственно, кастомеру ваше ковыряние в девопсе обходится гораздо дороже, чем просто поднять Heroku. И сколько у вас займет повторить те фичи, которые в Heroku есть, никто не знает. 40-80 я видел и больше. У меня были случаи, когда народ ковырял инфраструктуру, просто человек сидел фултайм и там месяцами. Ну это вообще ни в какие ворота. И про стоимость. Один инстанс на DigitalOcean самый дешевый стоит в районе 5 баксов, на Амазоне, по-моему, в районе 4. Самый маленький Heroku стоит 7 баксов. И как бы разницы особо нет. И есть такой пример, есть такой сайт, называется Product Hunt. Кто в стартапах, тот знает, что это такое. Такой Reddit для того, чтобы пиарить свои продукты и оставлять глубокомысленные комментарии о том, есть ли потенциал или нет потенциала. Он написан на рельсах. И вот по 2015 году у них статистика такая, что они просто юзают Heroku. У них 3 performance large инстанса, на котором они подняты. И стоит это им где-то полторы тысячи долларов в месяц. При этом на тот момент в компании уже работало 12 человек. И на фоне, грубо говоря, зарплат эти полторы тысячи терялись просто мимо. Поэтому как бы смысл. Смысл юзать что-то другое я вообще представить не могу. Но тем не менее, сам Heroku сейчас не использует. Надо такого. Самое прикольное в них, что из-за того, что к приложениям такие достаточно жесткие требования, их очень легко мигрировать. То есть если какой-то крутой девопсер ищет какую-то работу, где ему говорят, вы знаете, мы сейчас используем вот такую инфраструктуру, мы хотим как-то вот так, там все, пятая, десятая. Стандартная история. Когда вот это все рассказывают, если до этого они использовали Heroku, то это вот реально тортик. То есть раз, 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 и все готово. Потому что все с самого начала есть. Если народ Heroku не использует, то про вот эти правила 12 факторов они почти не знают. И такие, как получится, так и написали. Оно работает очень странно. То есть там народ конфигии, какие-то там углы хардкодит, еще там какую-то фигню делает. Или там, например, вместо того, чтобы сделать стейтлесс систему, у них есть какие-то мастера, какие-то слейвы. Эти мастера со слейвами общаются зачем-то. Это непонятно зачем. Мастера следят, пока слейвы не упадут. В общем, делают это все внутри приложения, вместо того, чтобы делать это на уровне инфраструктуры. И все такие, что за фигня вообще. А приходишь… И самое главное, ни одно приложение не похоже на другое, хотя смысл один и тот же. Пришел запрос, ушел ответ. Все. Да, JSON туда, JSON обратно. Зачем бы мудрить, непонятно. Если вы не на Хироку, то, скорее всего, вы на AWS. Потому что, если вы не на AWS, а, скажем так, где-то в Ажуре или в Google Клауде, то, скорее всего, вы сами нашли себе приключение, и у вас есть время или деньги, или и то, и другое для того, чтобы с этим разбираться. Найти человека, который шарит, что там делать или еще что-то. Потому что, если посмотреть на Google Клауд, все истории с Google Клаудом, истории успеха, это какая-то компания, какой-то компания типа Spotify, пришел к Google и сказал, друзья, давайте вы переедете, а мы вам скидку сделаем. Соответственно, когда Google к вам приходит и предлагает скидку, вы уже слишком большой, и девопсов уже у вас полно, и занятый разработчик, по которому мы, в общем-то, говорим сегодня, уже ушел заниматься чем-то другим. Да, то есть глаза у него красные по-другому. А если там кто-то предлагает какие-то там Digital Ocean, Linode и всякое такое, то, соответственно, у них тоже либо очень много денег и очень много времени, либо очень мало денег, но при этом тоже очень много времени. Господа студенты, привет. То есть нормальные люди сейчас сидят на AWS. Не то, что все сидят на AWS, но если я скажу AWS, то, наверное, из серии процентов 70 это подойдет. Поэтому мы поговорим про разные кусочки, которые у нас есть. Начнем мы с базы данных. Как деплоить базу данных? Опять же, есть куча компаний, которые предлагают DB as a service. Тот же Хироку предлагает Postgres. У Амазона есть MySQL совместимая штука, которая называется Aurora. Для Monge есть куча-куча сервисов. Для других каких-то там Redis, еще кого-то тоже есть куча сервисов. Ситуация такая, что вы к ним просто подписываетесь, и они вам дают connection стрингу, и все. После этого вы ни о чем не думаете. Они сами делают вам бэкапы, они делают вам дашборды, они показывают там из серии, какие у вас запросы медленные, где индексы нужно бы сделать. Могут автоматом эти индексы за вас поставить, если нужно. Они спрашивают заранее, в каком регионе вы запускаете. Соответственно, вы, опять же, не теряете время на connection и всякое такое. Я, на самом деле, вот сейчас мы на production используем MLab, и как бы смысла особого не было, может быть. Но после того, как мы поработали с их суппортом, когда у нас все начало тормозить, как бы я очень рад, что мы работаем с этим MLab, потому что у нас гораздо меньше экспертизы в том, как делать Monge быстро, чем у тех ребят, которые этим занимаются фактически постоянно. Поэтому как бы раньше я был очень скептически настроен к таким вещам, а сейчас я наоборот из серии. Класс, офигенно. У Амазона есть RDS, типа дай нам инстанции, мы на них поднимем базу. Опять же, в RDS, вот один из сервисов, это вот как раз Aurora. В Aurora не нужно говорить, сколько нам боксов поднять, каких боксов поднять и всякое такое. Вы просто говорите, я хочу MySQL, и оно вам поднимает MySQL 5.6. То есть в принципе довольно свежий, куча фич и всякое такое. Если хочется приключений, там, бэкапы, ресторы и всякое такое, то, конечно, можно что-то делать самому. Вопрос, который все задают, нужно ли базу данных прятать в докер. Нет, не нужно. Потому что базу данных вы поднимете один раз, после этого она у вас там годами будет крутиться. Вы вряд ли захотите эту базу там убивать, поднимать заново, заново убивать, заново поднимать. Оно вам не надо. С другой стороны, те из вас, кто уже крутит базу данных в докере, вы молодцы. Я вами горжусь. Продолжайте в том же духе. Все остальные не обращайте на них внимания. Второй кусочек. У нас есть опишечки, потому что в 90-х наше приложение ходили напрямую в базу. Фронтендеры сейчас всеми правдами и неправдами пытаются эту идею воплотить заново. Бэкендеры не даются. Поэтому у нас все равно есть какой-то бэкенд. Обычно нет смысла его писать. Обычно есть какие-то штуки, которые автоматом генерят бэкенд для базы. Но все равно бэкендеры не даются. Говорят, надо писать сами. И про бэкенд обычно все слышали слово EC2. Это сервачки. Они бывают разные. Проблема в том, что когда вы открываете EC2, оказывается, что там, боже мой, ё-моё. То есть у вас не просто сервачки, а сервачки внутри того, что называется availability zones. Это такие группы серверов, которые изолированы друг от друга. Падает обычно одна зона, другая зона остается свободной. Соответственно, вы хотите сервера раскладывать по разным зонам. Есть то, что называется autoscaling groups. Вы говорите, я хочу, чтобы если там где-то кто-то упал, то вот в другом месте поднять. Или если будет слишком много трафика, чтобы поднялся кто-то лишний. Оказывается, что у сервера бывают разные. Типов ни два, ни три. Как, казалось бы, имеет смысл делать. Их там 20 с лишним. Постоянно одни типы попадают, другие появляются. Сейчас есть интересные там из серии по несколько терабайт памяти. Очень веселые, долго стоят. У нас такой есть. Ой-яй-яй. У серверов почему-то диски не просто диски, а какой-то ABS. Что за фигня, непонятно. И все это еще прячется внутри какой-то виртуальной сети, потому что раньше можно было без виртуалки, а сейчас говорят ой-яй-яй. И спереди нужен балансер. И балансер не нужно поднимать самому. Но вот этот ELB, который у них есть, он бывает немножко подтормаживает. В общем, ужас. Поэтому есть такая штука, которая называется Elastic Beanstalk. Это тоже типа пааса. Этой вещи, не знаю, там лет 8, наверное, уже. Она существует очень давно. То есть это амазоновский инструмент, который работает поверх вот этого всего хозяйства. И в Elastic Beanstalk вы говорите, какой вам нужен инстанс. То есть, допустим, вы хотите мало больших или много маленьких. После этого вы можете засайтапить разные переменные среды для разных инварментов. Вы говорите, сколько по минимуму серверов держать. Обычно минимум это 2. И сколько по максимуму, потому что если максимум не выставить, то можно влететь на деньги. Да, и все. То есть 3 параметра в 5 рядов запустили. Внутри то же самое. Все происходит. И все отлично. С инстансами. Если вам нужны маленькие, то обычно вы берете тип T2. T2 nano, T2 small. От одного до другого они отличные. Если вам уже нужно больше. T2 это burstable instances. То есть он вообще не очень быстрый, но иногда может ненадолго быть очень быстрым. Это как раз то, что обычно нужно для веба, потому что если вдруг откуда-то кто-то набежал, то там performance поднимается. Если больше, то смысла использовать T2 уже не так много, потому что к вам пришло много, оно вот поднялось, а потом у него вот этот burstable период закончился, и вы остались на миле. Поэтому если у вас трафика действительно много, то нужно уже и взять какие-то там C4 и всякое такое. То есть вместо того, чтобы говорить, так, нам нужен сервер, чтобы вот ту маленькую штучку поднять, вы не из сервера поднимаете, а вы поднимаете приложуху в Elastic Beanstalk. Потому что сегодня один сервер, завтра два сервера, послезавтра три сервера. И все. Вот и весь DevOps, грубо говоря. Выглядит это так. Есть command line tools. Вы заходите в папку с вашим проектом, вы говорите init, он создает приложение, затем вы создаете environment для этого приложения, затем вы внутри этого environment можете наставить всяких переменных среды, а затем вы можете делать deploy. Просто eb deploy, и он deploy. Причем deploy, он там rolling, то есть из серии. У вас есть сервер, он понимает коннекшены, он его выкидывает из балансера. Все коннекшены, которые на тот момент были, они просто постепенно завершаются. Он там посылает вашему приложению сигнал Unix, который есть в SIG term. То есть у вас там есть несколько секунд, пока вы опускаетесь. После этого он просто его опускает, поднимает новое. В больших приложениях, возможно, deploy будет занимать много времени, но обычно больших приложений не бывает. Если бывает, то у вас есть нормальные DevOps. То есть у него есть такой кетч, что он не поддерживает разные платформы, но он поддерживает докер. То есть если у вас внутри, в корне вашей папочки лежит докер-файл, то он его возьмет, он его скушает, поднимет вам контейнер как нужно и запустит. По умолчанию он запускает один контейнер на один сервер. То есть по факту вы используете докер для того, чтобы описать, а что вам нужно на сервере. Не для того, чтобы там внутри маленькие контейнеры, которые сами там своей жизнью живут, зачем-то друг с другом общаются, всякое такое, вы просто используете докер как такой вот RPM-ку или как уж сказать. То есть описали зависимости, описали, как запускается и все. Докер-файл может выглядеть, например, вот так. Сейчас последняя версия ноды 7.1, но на Elastic Beanstalk нет 7.1, пока только 6.3. Соответственно, вы хотите взять 7.1, вы просто добавили там, что я хочу взять 7.1, сказали, какой у вас порт и как запускаться. Все. Весь докер-файл. Можно хвастаться друзьям знакомым о том, что докер теперь в продакшене и у вас тоже. Все такие, о, класс, современно, модно, молодежно. Третья часть – это SPI UI. С ним обычно все гораздо проще, потому что фронтендеры не любят бэкендеров почему-то. Бэкендеры не любят фронтендеров, тоже непонятно почему. Тех, кто умеет и то, и другое, не любят ни те, ни другие. И получается, что фронтендеры хотят собираться отдельно. Бэкендеры хотят собираться отдельно. И не стоит им мешать, пусть собираются по-разному. То есть у них какие-то отдельные билды, отдельные релизы. Есть вопросы с тем, что API должен быть совместимым. Ну, бэкендеры на этом собаку съели, когда базы мигрировать учились. Поэтому обычно в этом плане все хорошо. И обычно все думают, поскольку SPA, статический файл, мы их соберем на S3. Хороший вариант. Собираем на S3, все отлично. Есть такая система, которая называется Lightning Deploys. Выглядит это вот так. Это очень сложно. То есть идея следующая. У нас есть билд. Билд собирает нам javascriptовые файлы, CSS-очки, картиночки, шрифты и прочую фигню. И кладет это все на S3 с фингерпинтом. Перед S3 у нас какой-то CDN, не обязательно CloudFront. Это просто на картинке так. Картинку я украл. И у нас есть HTML, в котором написано там link CSS и вот угла к последнему CSS. Link там JS, угла к последнему JS. Этот HTML мы отдаем куда-то. И тут используется Redis. Можно использовать что-то другое, например, тоже S3 или неважно что. И ваш backend знает, где вот этот HTML лежит. И ваш backend периодически проверяет из серии, обновился ли индекс HTML или нет. И более того, ваш backend можно запрограммировать так, что из серии, если передается вот такой параметр, то возьми не тот, не последний HTML, а HTML той версии, какой параметр передался. И так можно легко делать A-B-тесты. То есть он просто отдает другой HTML и, соответственно, у вас тянутся другие эсеты. И это очень удобно, очень прикольно. Возможно, весь деплой с точки зрения приложения. То есть вы задеплоили новые эсеты, после этого вы можете уже тестировать UI. А когда вам нужно переключить всех пользователей, для вас это одна запись куда-то там в Redis. То есть он мгновенный. Поэтому он так и называется. Lightning Fast Deploy. То есть эсеты поставили им фингерпринт, загазипили заранее, чтобы потом не газипить каждый раз. Положили перед ним CDN. HTML, который ссылается на них, положили куда-то. Переключили флаг дефолтовой версии. То есть вам нужен флажочек из серии, какая версия сейчас активная. Бэкэнд периодически ходит на Redis, отдает HTML. Причем HTML он может еще и у себя кешировать, и тогда вообще все супербыстро. Обычно есть какие-то плагинчики, которые это делают, умеют. То есть подойдите к вашим фронтендерам и скажите, есть ли такая фигня у вас. То есть я юзаю Ember. Почему-то многие об этом знают. Для Ember есть плагины. Соответственно, я пишу Ember C-Light Deploy. Ember C-Light Deploy Lightning Pack. После этого я захожу, редактирую конфиг. Мне там нужно прописать вот эти вот ключи для S3-бакета, куда я буду все класть. И после этого я говорю там Ember Deploy и имя среды, среды я тоже описываю в конфиге. То есть все. Очень круто, очень замечательно. Можно этого всего не делать, можно оставить просто, кладем все на S3 и фиг с ним. Ну, такое. И после этого у нас еще появляются всякие отдельные сервисы. То есть у нас была какая-нибудь штучка, не знаю там, ага. У нас была какая-нибудь штучка, например, мы, я не знаю, там посылаем какие-то нотификации или еще какую-то штуку, и оно было внутри нашего приложения, мы хотим его там как-то смигрировать, там еще что-то. Для этого, опять же, можно использовать бинсток, а можно использовать вот эту лямбду. Лямбда работает очень неплохо. У нас сейчас почти все на лямбдах. Для лямбды есть… Что такое лямбда? Это такой маленький сервис, который вы даете ему файлик, и оно этот файлик запускает, или пачку файликов. Вообще, его использовать, этой серии, взять файлы, сбилдить, запаковать в зипчик, зипчик загрузить в Amazon, оно там работает. Платите вы за каждый вызов. Причем платите очень-очень маленькие денежки, какие-то копеечки, доли копеечек. Есть инструменты для автоматизации этого всего дела. От самого простого до самого сложного. То есть они не сильно сложнее. То есть, допустим, там Apex вообще суперпростой, остальные чуть посложнее. И получается, что у вас на каждый HTTP запрос у вас есть одно приложение. То есть если вы делаете GET, то у вас вызывается одна лямбда, если POST, то скорее всего другая. А может быть и та же. Это все тоже отдельно настраивается. И это означает, что не стоит все подряд пихать в лямбды, потому что вместо одного простого сервиса, я не знаю, на Django или на Ruby on Rails или на Java, у нас оказывается 100-500 ненужных вещей, которые кто-то руками написал, хотя они автоматом пишутся и работают. Лет 20 последних. Так. То есть есть момент с перформансом, потому что у нас есть на самом деле четыре компонента обычно. API Gateway – это штука, которая конверсит URL-ы в вызов лямбда. Когда лямбда вызывается, скорее всего вам нужно что-то откуда-то прочитать, вам нужно открыть коннекшн, поскольку эта штука живет ровно на один запрос. Затем у вас запускается код. На лямбдах сейчас работает, по-моему, Python, JavaScript, Java, может еще что-то. Некоторые пытаются запустить какие-то другие штуки, запускают их через Subprose, то есть из серии JavaScript код. Первым делом, что делает, это запускает, например, код на Go, который работает и передает ему вот эти входные параметры, потом ждет, пока Go отработает. Это интересно, но это означает, на каждый чих у вас добавляются миллисекунды и запрос становится слишком медленным. Поэтому есть вещи с тем, что из серии нод с редисом или нод с динамой будет работать очень быстро, а вот, например, Go, который добавляет миллисекунды на запуск из ноды, и, например, Mongo, где коннекшн открываются где-то секунды по 2, и кэшировать коннекшн на лямбде нельзя, то вот такой вариант не стоит использовать. То есть что-то очень-очень легкое, очень-очень быстрое, оно в таком виде приятно работает. И последний, наверное, кусочек – это реалтайм. Что же делать? У меня не хттп, у меня там какие-то веб-сокеты и прочая фигня. Не используйте их, ну. Нафига козе баян? Потому что обычно веб-сокеты люди такие думают, о, я сделаю чатик на веб-сокетах, или там я сделал нотификации на веб-сокетах. Но люди – это такие очень медленные существа, которые вот так вот пальцами шевелят в пространстве, чтобы что-то написать. И для людей хттп-поллинг всегда хватает. Кто фейсбук-мессенджером не пользовался? Есть такие? О, пара человек есть. Так вот, знаете, он работает по HTTP, и там все прекрасно. Мессенджер вконтакте, по-моему, тоже работает по HTTP. Мессенджер в хэнгаутс тоже работает по HTTP. Никому эти веб-сокеты нафиг не нужны. Кроме того, они не работают нормально с HTTP 2. Так что, ну их нафиг. А если вы их и используете, то как бы просто, что вам нужно, это вот в конце вашего приложения, когда вам присылается SIG-Term, уметь сказать всем веб-сокетам до свидания. Соответственно, ваш протокол общения должен с клиентом быть написан таким образом, чтобы дисконнект не означал прекращение сессии или еще что-то, это может означать, что просто деплой произошел. То есть, как писать ваше приложение так, чтобы DevOps был вот такой вот супер безболезненный. Те же самые пункты. 12-факторные приложения. Отделяем SPA. Считаем, что база данных – это что-то внешнее. Стараемся не предполагать, что они как-то тесно связаны. Docker – хорошая штука для того, чтобы описать зависимости. Не очень хорошая в плане бывают баги со всем остальным. И стараемся использовать побольше вот таких сервисов, которые как бы не требуют от вас конкретного описания конкретной системы. То есть, Heroku, Boundstock, Lambda – это вот наша. Метод ленивого разработчика. Берем тот инструмент, который лучше всего подходит как бы для того, чтобы сделать это быстро и безболезненно. То есть, это такой закон медленного занятого разработчика. И вдогонку к нему я еще скажу, что есть такой закон старых технологий. Чем старее технология, тем больше она имеет тенденцию сохраняться всерьез и надолго. Многие современные модные инструменты – Kubernetes, Docker или еще что-то – появились совсем недавно. И вот я вам показывал AWS-специфик вещи, которые работают последние лет 5-7, за исключением того Docker файла, который у вас ограничивает в версиях Python или Node.js или Java, немножко ограничивает, прямо скажем. То есть, для большинства приложений все хватит. За исключением тех случаев, вам он фактически не нужен, и вы используете технологии 3-4-5 годичной давности, и все отлично работает. Спрашивается, нафига вообще смотреть в сторону этого DevOps. Напоследок я хочу сказать, что по ходу дела Kubernetes – это все-таки крутая вещь. Вот. То есть, хайп поднимается по ходу дела, он всех победит и всякое такое. И если вы будете смотреть этот доклад через 2-3 месяца, а ваши более опытные коллеги посмотрят его сегодня, они скажут, «Вот фигня. Просто Kubernetes, чувак. Выучи одну фигню и все». Но в то же время мой опыт говорит мне, что Kubernetes – это очень крутая вещь, которую можно игнорировать в следующие 5-10 лет. Совершенно безболезненно для вас и для ваших клиентов. На этом все. Спасибо за внимание. Аплодисменты.